Терпение бывших сотрудников фабрики «Красная заря» подошло к концу. Люди вышли на площадь Ленина, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. За должность по заработной плате перед каждым из присутствующих более 100 тысяч рублей. Работа нравилась, скажем так. И в один прекрасный момент я пришла на работу, а мне сказали, вы больше здесь не работаете. Я ничего не поняв, пошла домой. Проработала я там полтора, около двух месяцев. За это время я не получила ни копейки зарплаты. Даже вообще не видела. Напомним, с января 2012 года конфетная фабрика прекратила работать. Сейчас полным ходом идет процедура банкротства. Сотрудники предприятия свои права отстаивают уже не первый год. Постоянно пишут в прокуратуру, обращаются в суды. Каждое заседание выигрывают. Деньги по закону должны вернуть, но не возвращают. У нас директоров очень много менялось. В основном одним из ключей были. Один управляющий даже уехал за границу с нашими деньгами. Его старались так же найти, но безуспешно. Бывшим сотрудникам не могут объяснить, куда ищет директор, почему производство встало, кому сейчас принадлежит предприятие. С самого начала, рассказывают митингующие, на них давили и заставляли отказаться от выплат. По одному нас стали вызывать и заставлять рассчитываться. Без справок, даже приказа не было о расчете, ничего не было. Просто говорили, вот расписывайтесь, забирайте документы и уходите. Естественно, кто-то брал, кто-то уже нашел себе работу. Ну вот, несколько человек отказались, сказали, что это незаконно. В службе судебных приставов, именно это ведомство занимается сбором долгов в пользу сотрудников, нам рассказали, что поскольку предприятие находится в процедуре банкротства, все материалы переданы конкурсному управляющему. Долгами теперь должен заниматься он. Не один год приставы пытались взыскать с предприятия необходимые суммы. Только на данный момент задолженность по заработной плате составляет 24 миллиона рублей. Часть имущества, в том числе автомобиль и оргтехника, были арестованы судебным приставом до введения процедуры банкротства и частично реализованы. Денежные средства были распределены взыскателем. Часть имущества была передана взыскателем в счет погашения задолженности. Бывшие сотрудники «Красной Зари» всерьез опасаются, что в декабре этого года компания официально будет объявлена банкротом и своих законных выплат они не увидят. Люди прошли весь процесс борьбы за свою заработную плату, начиная от президента и заканчивая последней уборщицей в правительстве Ивановской области, где они только не были. Они прошли уже все инстанции, но вера их в то, что можно добиться путем писем, просьб и заявлений, закончилась. Они уже перешли к протесту. Тем не менее, надежды бывшие сотрудники не теряют и переживают в большей степени даже не за свои кровно заработанные, а за будущее фабрики. Мы бы хотели, чтобы фабрика работала. Все-таки такая современная фабрика, с таким оборудованием, когда она постоит или хотя бы просто простаивает, это, ну знаете, даже я не знаю, как сказать. Нигде в мире бы никто не позволил. Она должна работать, должна приносить продукцию. По мнению работников сладкой промышленности, предвыборная компания – лучшая пора для привлечения внимания к своей проблеме. Именно в это время обычно исполняются даже самые сказочные желания электората. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.